Здравствуйте, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и Мой Хвост и я его ведущий Олег. Сегодня мы с вами побываем в груминговом салоне, то есть это парикмахерская для собак, и поговорим о эстетической стороне. Сегодня мы с вами узнаем, как нужно психологически подготовить свою собачку для посещения салона и для чего нам это нужно. Итак, друзья, мы с вами находимся в профессиональном груминговом салоне, и Лена, автор этого салона, владелица салона и одновременно является грумингом, нам расскажет об особенностях груминга. Вот, Лен, скажите, пожалуйста, ваш салон называется профессиональным. Сейчас много различных салонов по городу у нас находится, которые занимаются тоже как бы грумингом, они тоже позиционируют себя, что подготавливают к выставкам, не только к выставкам, занимаются просто стрижкой, там всякие для кожи процедуры делают. Вот скажите, именно профессиональный салон чем отличается от любительских? Ну, профессиональный салон – это, во-первых, прохождение определенной практики, получение определенных навыков и знаний именно по стрижке собак, то есть определенными ножами мы стрижем определенной области, где вот эти вот салоны, которые у нас самомучки, да, так назовем их, они неправильно стригут даже ту же гигиеническую стрижку, собака начинает себя все расчесывать, а это минимальные знания, которые должен знать грумер профессиональный, это прям минимальные знания, вот. Ну, и я считаю, стрижка ногтей, та же самая, управление характером, ну, если у кого-то это есть из любителей, дай бог, конечно, но в основном эти знания даются на учебе, на курсах, именно… Ну да, я вот смотрю, у нас здесь просто сейчас условия не позволяют, здесь у вас скиночка, вся сертификат именно увешана, то есть вы проходили обучение какое-то, а можете сказать, где? Да, я проходила в Москве. Что такое груминг вообще? Ну, это же нельзя назвать одним словом, что это просто парикмахер собачий, да? Ну, наверное, можно, почему нет, но парикмахер собачий. Я немножко здесь вот открою секрет, я уже присутствовал сейчас при стрижке, то есть, ну, вот я видел, что вы ушки почистили, что вы когаточки подстригли, то есть, человек же, когда приходит к парикмахер, ему там не делали таких процедуров, то есть, это своеобразный, я бы сказал, даже, знаете, как спа-салон, то есть, здесь собачку почистили, когаточки подстригли, значит, помыли ее, причем, я так понимаю, что вот у вас здесь представлена косметика какая-то, и не та, что пойдешь ее в магазине и просто купишь. Да, если, наверное, купишь, то это все, денег, наверное, хорошее будет стоить. Нет, просто мы далеко живем, у нас ее вообще не представляют, даже на какие-то... Даже так, даже ее просто нет. Нет вообще. Ну, то есть, вот, владельцам собак мы можем порекомендовать то, что вот, бьете вы собачку, приходите, значит, в салон, отдаете, здесь человек просто вот, уделяя ей внимание, свою заботу, свою любовь, свою ласку, преображает ее целиком и полностью, и вы получаете уже, ну, принцессу, королеву, такую красавицу. Вы в это время сами можете посетить какой-то салон самостоятельно. Сколько примерно вот средний такой вот акт стрижки занимает? По времени? Да, ну, полностью, вот комплекс. Комплекс, ну, где-то час в среднем. Чуть меньше, чуть больше, в зависимости от характера собаки, как она стоит. Ага, ну, давайте вот-вот йорки. Вы специализируетесь на йорках, я так понимаю, да? То есть, основной... Не я специализируюсь, а у нас просто большинство йорков. Из-за этого мне приходится большинство их стричь. А вообще нет, не только йорки, все мелкие пары, две стримы. И как часто вот-вот йоркам именно нужно делать такую процедуру? Гигиеническую плюс стрижку. Ну, раз в месяц, раз в полтора, раз в два. Это раз в два, я думаю, что это уже прям максимум. То есть, два раза в месяц это максимум, минимум это один раз в месяц. Ну, давайте мы вот сейчас немножко снимем, как вы, значит, в процессе работы. Хорошо? Очень многих, кстати, пугает вот это вот удерживающее устройство. По самом деле, знаешь, в интернете даже это называют вешалкой. Да, где-то на висельцу похоже, да? Это бред, конечно. А вот для того, чтобы подготовиться, то есть, надо какую-то подготовку вести собаке для того, чтобы посетить салон? Изначально, когда собака маленькая, конечно, ее надо приводить сначала на некую процедуру гигиенической стрижки, чтобы она привыкла к машинке. Сразу стричь, я ее рекомендую. И отказываю сразу стричь, потому что большой стресс для собаки. То есть, она вот должна, звук этой машинки, да? Конечно, вибрацию по телу, вот еще чем отличается. Вот если вы придете в любительский салон, где самоучки, вас там, можно сказать, подстригут и оболванивают прям в первый же раз. Я противник этого. То есть, сама все равно должна привыкнуть? Ну, подготовиться, то есть, замотивирована быть, что это не так страшно вообще на самом деле, что подстрижка это хорошо, красиво. А еще, а вы не используете мотивацию никакую? Ну, вот, например, для того, чтобы подстричь кофе, я сначала использую такой метод, как зоовитальная мотивация, то есть, под формочку использую. Ну, здесь такого нет, да? Ну, здесь нет, как бы, а вот, конфликнет собака, она же приучена, а вообще, обычно дается после лакомства. Потому что, если собака дает лакомство до чего-то, там, до процедуры, там, или, либо до стрижки когтей, а при этом она еще и дергается, она поймет это не так, что ей надо хорошо встать и подстричь когти, а она поймет это, что она правильно делает, что дыргается и не дает лакомства. Ну, да, 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 правильно. Так что, я считаю, что лакомство можно давать только после процедуры. Лен, а вот дайте совет, рекомендацию, как какую-нибудь нашим зрителям. Например, ну, как помыть собачку, так, чтобы этот стресс там не вызвал у нее какой-то, или наоборот, чтобы, даже не может быть не для стресса, а для того, чтобы в порядок шерсть привести. Как помыть ее? Ну, да, именно вот может какой-то... Ну, прежде всего, если мы основываемся на юрках, да, надо собачку, если она запуталась, скаталась, не чесать на фукуле, не чесать перед мыть ее. Обязательно помойте сначала, промойте, кондиционером это все промажьте, и потом только на мокрую можно тянуть шерсть, она становится эластичнее, потому что иначе вы собаку оставите просто без шерсти. То есть мы делаем акцент на том, что сухую шерсть чесать нельзя, только влажную, да? Да, только влажную. Не вы смачиваете эти консульные, но я считаю, что я думаю, помыла бы, а потом бы все это все прочесало. Ну, а вот в зоомагазинах, может быть, я не знаю, там, какую-то марку такую простенькую, может, назовете нам, чтобы люди знали просто, что вот это вот хорошее. Не могу порекомендовать даже на кого-то, потому что продается у нас в магазинах только дорогой шампун. Ну, я не пользуюсь им. То есть все-таки лучше стоит привезти в салон собачку, а тем более вот маленьких щенков, маленькие породы вот такие, мы не стараемся стать, скажем так, лидером стаи. То есть это любимицы домашние, она воспринимает немножко по-другому хозяина, нежели вас. Насколько я понимаю, вы вот являетесь вожаком стаи вот для этих вот питомцев. То есть приносят вам, и вы как вожак уже становитесь. Надеюсь, что я как лидер у собак. И лидеры из-за этого слушаются. Ну, на самом деле они не слушаются. Даже позволяю хозяевам иногда присутствовать при этом, но становлюсь все больше противником этого. Потому что на самом деле хозяин вполне влияет на поведение своей собаки. Малейшее движение хозяина в сторону собаки. Собака воспринимает это, что он хочет ее забрать со стола. И вот представьте, если я, например, стык в голову, да, и не дать двух собакам в этот момент, в нем голос. Ну, я так думаю, что в принципе собака здесь еще, она играет, скажем, у своего хозяина. То есть она находится, конечно же, в прямой зависимости от него. И она может там, ну, начать охранять его, да, вот такой, не было какого. Нет, охранять навряд ли она стоит на столе. Охранять она может только, когда она находится в его руках. Когда на столе стоит, нет. Ну, вот то, что быстро уйти оттуда, конечно, да. Еще, конечно, влияет очень сильно, как хозяин дома относится к собаке. То есть если он ее воспитывает, то она воспитана себя и ведет, как бы, соответственно, в поле. Если собака не воспитана, то сложно с такой собакой справиться. Лина, а вот смотрите, вот у меня одна из передач моих о том, что собака с разными людьми ведет себя абсолютно по-разному. Ну, как психологи на интуитивном уровне. То есть если, например, один из владельцев поставил себя как вожак стаи, а другой является другом. У вас не было таких случаев, что приходит вот именно сначала вожак, у него у собачки одно поведение, и когда приходит другой человек с той же самой собачкой, то поведение у собачки меняется, когда она присутствует. Ну, бывает такое, конечно. Ну, в основном, я считаю, он не то, что приходит другой и собака меняется в поведение. Меняется у собаки поведение, когда приводит ее человек, например, мужчина приводит собачку, да, он вожак стоит. Он жестко с собачкой, да, конкретно сидеть, лежать там, стоять, слушаться. Собака приходит, жена начинает нервничать. То есть вот передается вот это эмоциональное состояние. И вот эта нервность собаке передается вот на сто процентов. И собака сразу, соответственно, с ней начинает так же, с ней нервно, она начинает переживать. То есть тоже сложно, когда собакой работать. Надо успокаивать ее. Ну, то есть вывод мы какой можем сделать? Что прежде чем собаку там положим мыть в начале домашних условиях, нужно сначала самому принять вот это вот спокойное эмоциональное состояние, быть в душевном равновесии, да? Конечно, обязательно. Просто собаку надо со спокойной душой все, 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 100%. Как зовут нашу собачку? Женевья. Ох! Так, мы с вами побывали сейчас в груминговом салоне. Давайте подытожим. Мы с вами узнали, что груминг включает в себя понятие такое, что это не только стрижка собачки, это так же там чистят ушки, там так же подстригают когти. Наряду с тем, что стригут собачку, соответственно, ее там еще и помоют, искупают, сделают ей массаж. Приведут собачку, значит, в состояние того, что вы будете радоваться, будете довольны, что у вас будет красивый ребенок такой ваш, замечательный. Ну, давайте вот заострим сейчас внимание на том, что каким образом мы можем подготовить собачку к посещению салона, то есть психологически, чтобы она была готова. То есть, ну, вот ежедневное расчесывание, которое вы делаете дома, оно подготавливает уже собаку к тому, чтобы она не боялась расчески, да. Ну, вот стрижка когтей. Можете посмотреть мой урок, как правильно научиться стричь когти. Там я рассказываю, каким образом вы можете подготовить свою собачку к стрижке когтей, именно для того, чтобы она не боялась когтереза, и чтобы для нее это была процедура приятная. Вот примерно то же самое вы можете сделать дома. То есть, включать фен, подготовить ее к когтерезу. Главное, чтобы вы замотивировали собачку, чтобы собачка осознавала, что когда включается фен, вы даете ей подкормку. Когда подносит к ней когтерез, это тоже должно быть вкусно, приятно, хорошо. Так что заслужите доверие, заслужите уважение у собаки, у вас все получится. Вот всеми этими лидерскими качествами обладает именно профессиональный грумер. То есть, декоративные породы собачьи, как правило, они воспитываются в домашних условиях, как детки, как игрушечки какие-то, и они не воспринимают своего хозяина, как именно лидера стаи. Вот, исходя из зоопсихологии, грумер, именно профессиональный грумер, он без насилия, с психологическим подходом становится вожаком именно для той собачки, которую приходят и приносят к нему для того, чтобы подстричь и сделать ее красивой. Заслужите доверие, заслужите уважение, станьте вожаком для вашей собаки, и у вас все получится. С вами был канал ЯИ Мой Хвост, я его ведущий Олег.